Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Забегаем быстренько с вами в тренировку. Кстати, не забываем, что, ребята, у нас начался новый месяц, а это говорит о чем? О том, что у нас турнир сбросился, и теперь мы будем зарабатывать дополнительные карточки на нем. Это очень круто. Так, ну что, бойцы мои оттренировались, да? Наверное... Ох ты, ребята, в армию. Забегаем в армию и смотрим, что у нас здесь. Ага, нефритовая долина. Да ладно, да ладно. Бог ветра, ребята, получает у меня третью звезду. Ну что же, это круто. Растет наш боженька, так скажем. Да, и меня это радует. Меня это очень радует, ребята. И сразу же бежим в арену. Так, новый сезон, это арена, теперь открыта. Июль, да, ребята, июль месяц. И давайте-ка начнем. Ну, естественно, здесь будут противники самые-самые легкие, поэтому никаких проблем вообще не будут. Но, смотрите, самое интересное, что начинается с 42-го уровня. Раньше начиналось где-то с 16-го, с 25-го. А тут вот почему-то так резко с 42-го уровня. Ну, ребят, в любом случае для меня это ерунда. Мы с вами сейчас, конечно же, разбомбим. Будет у нас первое место. И по окончанию времени мы с вами получим смачный реворд. То есть мы с вами быстрее будем прокачивать своих персонажей. Ну что же, давайте приступим. Так, кто у нас тут? Кто на подходе? Давай голема выпустим. Я думаю, тут даже одного голема будет достаточно. Хотя нет. Вот если я вызову баллисту, тогда да. Тогда, скорее всего, будет достаточно. Вот, смотрите, ребята, что у нас сейчас... Оу, голем просто всех рвет. Просто. Ну, кто-то ему что-то может сделать. А сейчас баллиста еще начнет бомбить. И все, ребята, это будет хана. Смотри, как он фаерболл. Фаерболл даже ничего не отнял. А если я? Одного выстрела достаточно, чтобы снести к ядрене фене этот замок. Да, ребята, первое место. Сколько тут? 295 тысяч. Очков. Поэтому, ребята, меня здесь никто не переплюнет. Так, зайдем быстренько с вами в магазин. Просто посмотрим, что у нас тут есть. Мы можем с вами покупать опыт. Но, опять же, не буду, ребята. Потому что, смотрите, у меня половина 94-го уровня уже накоплена. Я думаю, что... Ну, не сегодня. Так, наверное, на следующей серии мы точно с вами получим 94-й уровень. Так. Смотрите, что самое интересное, ребята. Здесь у нас Маквоин. Паладин. Так, погоди-ка. А что у нас разыгрывается? Блин, а нужна она нам? Она нам не нужна, ребят. Ну, ради опыта. Чисто ради опыта я соглашусь подраться здесь три боя. Так, возьмем вот эту вот базу с вами, да? Потому что у него божественная просто-напросто ульта, которая может пробить даже отражение. Так, что нам еще понадобится? Возьмем Джиггернаута. Ага, здесь мне не дадут босса. Здесь не будет босса никакого, ребята, у меня. Поэтому будем, как говорится, справляться уже чисто своими силами. Ну, я думаю, что никаких проблем, в принципе, возникнуть не должно. По большому счету. Что у него там? У него фаербол, да? База с фаерболом. Ладно, для меня это тоже, ребята, не страшно. Ой, подожди, разбойничек идет. Ну, ладно, пускай, ребята, подойдет. Мы его сейчас накажем моментально. Буквально сразу же. Вот так вот, хоп. И все. Можно было бы, конечно, Джиггернаута призвать. Он бы тоже упал бы, я думаю, с одной плюшки. Ммм, паладин идет. Ронин, ты как? Вот, молодец, красава, Ронин. Опс. Да, дамаг, конечно, ни о чем. Вот это ты здорово придумал, парень. Смотри-ка, фаерболом защитился. Молодец. Уважаю. Так, а если мы вот так вот сделаем с вами? Хоп. Хоп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты куда это собрался-то, а? Бродяга, куда ты вот собрался? Скажи мне, на милос. На-ка. Выкусил. Никакие ножички тебе не помогут. В этом случае. Да, ребят, я, наверное, буду ускоряться. Потому что, ну, я больше чем уверен, что здесь будет победа. Все равно за нами, как ни крути. Хотя, опять же, не факт. Хотя нет, ребята, факт. Все у нас будет хорошо сейчас. Сейчас Джаггернаут уже подойдет. Вызываем Ронина. Включаем нашу ульту. И еще одна баллица здесь будет у нас на подходе. Так, отражение это, конечно, плохо. Но, как видите, ничего, ребята, его не спасает. Ну, что мы получаем с вами? Мы получаем, естественно, опыт 750 и монет в размере 7350. Это хорошо, это круто. Сейчас мы получаем с вами карточки именно на рысаря мага. Ну, рысарь маг мне не нужен, ребята. Он у меня прокачан по полной программе. Опять же, быстренько берем с вами ту же самую колоду. Хотя, знаете, что я могу сказать? Что не факт, что каждый бой будет у меня проходить идеально чисто. Можно так попасть. Что разберут и глазом не моргнешь. Такое бывает периодически. Почему-то у этой игры она, грубо говоря, непредсказуема. Я раньше думал, что у него какой-то есть определенный алгоритм, да? Но нет, он постоянно что-то меняется. Что-то какие-то для меня трудности все время хочет сделать. И у него получается это. Вот, смотрите, бежит разбойник. Естественно, мы его наказываем. Естественно, ребят, наказываем. Без компромиссов, как говорится. Так, тут у нас паладин. Конечно, если бы у меня был босс, было бы все намного быстрее и проще. Ой, тихо, подожди. Немножко я опросоволосился. Ладно, Ронин. Хопс, и все. В этом деле Ронину, конечно, нет равных. Я имею в виду в плане ближнего удара. Самый большой крит, по-моему, именно у него. Так, поехали. Хоба! Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что творит этот чувачок. Ладно, давай вызовем Баллисту к себе на помощь. И опять же вызовем Ронина. Да что ж там за суетата такая у нас получается? Мак-воин, выходи. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Блин, наказал, наказал, конечно, Баллисту. Молодец. Смотри, что получается. Хоп. Отлично, ребят. Так. Ну и все, добиваем просто замок. Блин, да паладин появился. Ё-моё. Как он вовремя-то, а? Ну, что там у нас за суета? Я не могу понять. Давай-давай-давай-давай. Атакуем. Есть. Шикарно. Ребята, это вторая победа. И опять же мы получаем 750 опыта и те же самые монеты. Ну, соответственно, надо будет добивать. Давайте быстренько добьем. Можно, конечно, это, ребята, все не делать, не показывать. Но монтажировать потом что-то не особо хочется. Поэтому сделаем все, так сказать, одной серией, одним сценарием. Так, давай сюда джиггернаута и баллисту до кучи. Поехали. Быстренько, ребят, на ускорение пробежим и пойдем уже все-таки на основную сюжетную линию. Мне хочется там повоевать, подраться. Там, потому что у нас все-таки идет какой-то прогресс. Там, получается, у нас какие-то бонусы. Там тоже деньги, опыт. В общем, все самые нужные плюшки для нас. Так, ну, в данный момент у него почему-то, ребята, зацикленный алгоритм. Он как начинает с разбойника, так и продолжает им бомбить. Так, получил. А вот то, что мы урон получили по базе. Это как рассказывается на очке. Квест завершен. Мощь империи. Это надо было сколько-то сыграть за воинов нефритовой долины. Я, ребята, отыграл эту роль. И, наверное, сполна. Ну-ка, Ронин, выбеги, пожалуйста. Нет, не хочет выбегать, ребята. О, тихо, тихо. Смотри-ка, смотри, как получилось, ребят. Все через отражение. Да, отражение это имба. Тут не поспорюсь. Ну-ка, сплюшки. Сплюшки, да, ребята. Также у меня Джаггернаут валит. Все хорошо. Ну, вот паладин в плане защиты, он крут. Согласитесь, да? Его Ронин, ну, практически не цепляет. Ну, так. Пощекотал, можно так назвать. Давай, минус. Паладина не пробили. Ронин, давай, выходи. Выходи, родной. Упс. Оу. Ну, получилось все-таки забомбить. Так, я хотел вроде на ускорение играть, а играю на расслабоне. Давай-ка быстренько с тобой паладинчика завалим. Так, давай, 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 давай. Ах ты, елки-палки. Вот это да, вот это взжарил. Ответку, ребята. Ответный удар. Империя наносит ответный удар, блин. Отлично. Давай, бомбаний. Хопа. И, естественно, он прикрывается паладином. Он боится. Поэтому, ребят, конечно же, ему нужно выгодно даже вызвать паладина, чтобы тот сдерживал, контролировал, так сказать. Ее просто... Все, разбомбили. Ну, ребятушки. Главное, что я получаю опыт и получаю деньги. Для меня вот это самое главное здесь. Когда я проходил события. Ну, что же, теперь со спокойной душой мы забираем... Нет, не надо. Хорош. Я уже здесь все сделал, так что не надо мне тут с панталыг избивать. Так, забираем здесь, ребята. А? Совсем, совсем, ребята, чуть-чуть нам осталось для того, чтобы открыть сундук новый. Эпический, мифический, как хотите его называйте. Так, ну что, на арене. Кстати, через 4,5 часа, ребята, мы сможем с вами открыть ревард. Ну, это, я думаю, уже будет завтра. Все, поехали, короче, на основную сюжетку. И у нас здесь это, да, это Ронин. Ё-моё, я вспомнил этот уровень противный. Мы не смогли с вами с Ронином справиться, да? В этом случае, я надеюсь, что зомби, именно вот этот радиоактивный, мне в этом деле поможет. Именно против Ронина. Но в тот раз у нас тоже, ребята, это почему-то не получилось. Сейчас выбежит, да? Нет, он не стал выбегать, ребят. Так, погнали. Погнали. Естественно, здесь наказание. Вот если он сейчас его выпустит, опять... Ага, просто идет. Все, вот здесь, ребята, уже сделает свое дело наш Мак-Воин. Он же не должен его... Да, все, все тут хорошо, ребят. Радиоактивный... А вот здесь вот надо сделать вот так вот. Ну, бомбани. Есть, отлично. Он не успел, ребята, и пикнуть. Фух, хорошо, пока идем с вами. Очень хорошо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, взорвись там! А почему... А, нет, наказал. Наказал, ребята. Ну, естественно, естественно, вражеский Ронин, конечно же. Как же ему не повыпендриваться-то? Так, смотрите, ребята, сейчас разнесем, наверное, мы ему замок. Ну? Да заплевывай, заплевывай его. Куда ты разоглался? Так, у меня ураганчик, ребята, здесь. И все, он даже не понадобился. Согласитесь, да? Нам стоит только маленечко с вами отдохнуть от игры. И когда мы со свежими силами входим, опять же, в игру, разносим всех налево-направо. Ну, вот здесь уже вообще какая-то имбища получается. Почему имбища, ребята? Ну, потому что здесь Ронин и плюс вот Жен. Твою же маковку. Как нам быть-то здесь? Я даже не знаю. Я знаю, что этот будет прикрывать, да? Всех вот этих вот архановцев. Ладно, попробуем, ребята, через ведьму сыграть. Это, конечно, смерти подобно, но у нас нету особого выбора что-то тут рассусоливать. Естественно, первым пойдет у меня, наверное, зомби. Потому что стопудово побежит Ронин. Давай так вот сделаем, чтобы для затравочки. Если побежит, даже если выйдет всадник на журавле... Нет, не всадник на журавле, ребята. Не всадник, блин, на журавле. Бомбани. Эх, черт бы тебя побрал, ребята. Что, нам придется... Да хорош! Ты посмотри, что получилось, ребята. Оп, а вот Жена пробьем. Мы не пробили, не сможем, да? Конечно, не сможем. Оу! От радиоактивного зомби, ребята, здесь толку мало. Ой, куда ты летишь? Куда же ты полетел, радость моя? Тебя быстренько тут разобрали. Очень быстро, ребята, тут... О! Вуджен попался. Вуджен, ребята, попался. Он уже второго, ребята, вызывает. Прикинь? Второй Таракоша вышел. Короче, давай попробуем так сделать. О, ураганчик. Это хорошо. Ураган, ребята. Теперь, теперь нежелательно призывать бы ведьму. У нас время еще есть. Хоть его и мало, но оно есть. Сейчас будем уничтожать вот этих всех орлов. Так. Ну, смотрите, он не наносит урона, ребята, большого нашей ведьме. Так что все хорошо. Давай сделаем вот так вот с тобой. Этого наказали. Пробуем, ребята, дальше. Ну, конечно же. Конечно же, вот Жен. Как же без него-то, то есть? Без него здесь, блин, просто не обойтись, да? Поехала ульта, ребята. Ульта поехала. Ох ты, ускорение. Ускорение и приворот. Ну, да. Да, ребята, по красоте. Мы сейчас разбомбили ему просто вражеский замок. Просто по красоте. И у нас с вами последний этап на Нефритовой долине. Здесь... Оу. А здесь вообще, посмотри. Вуджен, Ронин. Здесь босс Ветродуй. Слушай, ну вот это вот имба. Это имба на самом деле. И я даже не знаю, как мы тут будем с вами справляться. Друидку, если только брать. Ну, друидку, друидку, друидку. Нет, не вариант. Я попробую все-таки вот этим отрядом. Зомби, мне кажется, здесь не в тему, если честно. Зомби взрывной здесь не в тему, потому что вот Жен его быстро будет расколбашивать. Но зато, если он будет подходить к боссу и взрываться, это будет классно. А он его будет сдувать. Да. По-моему, вариант этот проигрышный. Ладно, хорошо, ребята. О, Ронин вышел просто. Это хорошо. Для меня, ребята, хорошо. Пока он сейчас дойдет, я успею призвать рыцаря-мага. Вот таким вот образом. И еще соточку на манну себе накопить. А там уже призвать, конечно же, ведьму. Оу. А вот это ты, конечно, зря, братюня. Зря ты это сделал. Ты думаешь, что ты сможешь против... Конечно же нет, ребята. Конечно же ничего он не сможет. А вот я сейчас буду призывать ведьму. Я ее призвал. Я ультой, ребята, здесь попробую добить тигра. Маленечко. Сейчас попробуем вот так с вами сыграть. Так. Теперь ульта. Ох ты, какой он жук, а. Что он сейчас, ребята, сделал? Он сделал плохую вещь для меня. И он уже тоже, ребята, призывает. Естественно, призывает. Босса. Вот оно началось. Началось, ребята. Мне бы ульту. Мне бы, ребята, ульту и было бы все классно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я, наверное, не доживу, ребят, до ульты? Или доживу? Да. Да. Да сдохни ты, блин, ветродуй, а. Плюнь. Плюнь, плюнь, плюнь в него. Плюнь. Есть. Фух, мы плюнули. Заморозка. Ну, она, на самом деле, ребята, не в тему здесь, если честно. Надо же. Надо же, чумная мышь, ты меня просто удивила. Ты справился со всадником на журавле. Ребят, 49 секунд у нас на все про все. Босса, естественно, здесь больше не будет. И кто здесь может нам помешать? Только тигр. Только тигр. Да. Именно тигр, гаденыш, нам мешает. Ну, я думаю, две. Давай, 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 заплевывай, заплевывай. Есть. Фух, чумная мышь. Давай, добивай замок, пожалуйста. Давай, 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 давай. Вот же здесь нам не козырь, так скажем, да? Фух. Ребята, найсово прошли мы с вами. Просто идеально. Мне понравилось. Забираем сундучок и смотрим, что у нас здесь выпадет. А выпадает нам... То, что нам достается терракотовый воин, это классно. 9 гемов, это тоже очень хорошо. И у нас, ребят, территория нежити. Кстати, нам осталось всего лишь две территории пройти. Так, здесь, значит, взрывной зомби, да? И обычный зомбарь. Ну, с этим, ребята, у нас будет немножко, наверное, попроще. Давайте вот так попробуем. Этой колодой с вами сыграть. Этой. И я думаю, что будет все замечательно. Так, я, конечно, знаю, что он сейчас будет спамом заниматься. Без спама он никто и ничто. И звать его никак. Давай посмотрим, как просто будет справляться у меня с этим делом голем. Если он будет хорошо держать марку, то все отлично. Так, а вот этого вот не надо было бы, конечно. Ребят, сейчас взорвется. Он взорвется, он нанесет повреждение в замку. Все. Фейл. Сразу фейл, ребята. Просто пока мы с этим зомбарем с вами разбирались. Ну, вы сами все прекрасно видели, что произошло. Почему я ускорился, ребят? Ну, потому что переигрывать в любом случае этот уровень придется. Значит, нам надо как-то с вами по-другому немножко действовать. Неужели опять брать отряд, где у меня ведьма, а? Так, что ли, получается? Так, карточку отдай только. Слушай, скорее всего, да, нам придет. Или же, или же брать отряд с друидкой. Хм. Вот такая вот, ребята, у нас дилемма сейчас в данный момент появилась. Не надо мне никакого следующего уровня. Пока я здесь не разберусь, я не успокоюсь. Так, молотильщик, да? Всадник на журавле. Поехали, ребята. Здесь у нас есть щитобот. Вы знаете, что он довольно крепкий, малый. Я его, по-моему... А, нет, еще четыре уровня ему вроде надо поднимать. Ну, смотрите, он стоит всего лишь соточку. Соточка, да плюс... Наш молотильщик. А не буду сейчас дела здесь воротить. Знаешь, какие лютые. Смотри. Понял? Вот так вот, ребята. Вот именно про это я и говорил. Ну, естественно, он сейчас будет мне тут мозги компосировать. Не без этого. Но, в любом случае, есть большой шанс нам пройти здесь. Нам нужен всего лишь кто? Паладин. Нам нужен здесь паладин и всадник, наверное, ребята, на журавле, скорее всего. И все будет у нас... Ага, конечно. Всадник на журавле. Ничего подобного, ребят. Давай так вот делать. Без всяких тусанек. Времени у нас, ребята, предостаточно. Так что можем себе спокойно здесь играть, как захотим. Любую тактику применять. О, и ураганчик здесь еще. Оп. Нормуль. Ну, что могу сказать? О, ускорение. Все полегли, да? Братской могилкой, так сказать, образовались. Ладно, давай. Ну, вы посмотрите. Просто он стоит. У меня щитобот, ему пофиг. Ну, все, а представляешь, теперь, если сзади щитобота прикрепить хило? Можете представить такую картину Репина? Да, я могу представить. Она будет называться «Приплыли», дорогие. Потому что мы будем просто всех разбирать налево и направо. Никто здесь ничего не сделает. Ну, сейчас опять зомби выйдет, да? Взрывной. И вся моя команда это поляжет. Но нет, ребята, мы с вами пробились. Пробились и очень хорошо. Ну, что же. Давай переходить сразу на второй этапчик. И здесь, ребята, да, в принципе, ничего не изменилось. Добавился у нас здесь когтистый. Хм, когтистый добавился. Слушай, а у нас когда взрывается зомби Камикадзе, он же... Да, он взрывает, по-моему, воздушные цели. То есть, Грифон может погибнуть, если под ним будет взрыв. Единственное, что может нам помочь, это что он не успеет просто дойти. У Грифона довольно хорошая и сильная атака. Так, подожди, давай-ка вот здесь мы с тобой немножечко по-другому сделаем. Так, отлично, взрыв. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот, ребята, против когтистого обязательно нужна баллиста. Вот нам сейчас просто с вами везет. Я серьезно вам говорю. Просто повезло, причем очень крупно. Так, Борис, ты давай бомби. Не подходи к нему, к этому говнюку. Бумс, взрыв. Естественно, ребята, взрыв. Как же без взрыва. А я в этот момент пока вот так вот заряжу ему в лобешник, чтобы не вякал здесь. И выпускаем, ребята, Грифона. Выпускаем с вами Грифона. Вообще шикарно идем. Так, когтистый, ребята, тоже опасен. Он может подбить. Нашего Грифона. Причем легко и просто. И никто ему не помешает. Ну, кроме моих танков, конечно же. Вот, вот, ребята, был сейчас приблизительно вам показ того, что можно сделать взрывник, если подойдет близко к моим юнитам. Слушай, мы слишком долго здесь играем. Посмотрите, ребята. Взрыв, конечно, у него колоссальный. У этого зомби. Он просто Джиггернаута сразу выводит из строя. Понимаешь? Сразу же. Так, ладно, хорошо. Ураганчик у нас есть. Давай его запустим. Опять взрыв. Опять мои в отключке, да? Ну, все, ребята, замку хана. Е. Отлично. Как говорится, попытка у нас не зря прошла. И мы переходим с вами на третью, ребята, стадию. Вот, вот, вот начинается. Вот Банши. Банши мне только здесь и не хватало. Банши, она что? Ребят, во-первых, она атакует все цели. Воздушные, наземные. Ей пофиг. Причем она атакует всех. Не одного, например, кто стоит в рядочке, а именно всех прожимает. И причем при этом она, ребята, может застанеть, что очень плохо сказывается в дальнейшем для нас. Так, сейчас мы пока будем с этим разбираться. Естественно, сейчас все поля... Зачем я джиггернаут вызываю, ребята? Вот, знаешь же, что... Вот сейчас будет бардак полнейший, и я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Идет, идет карга старая. Ребята, идет карга старая. Давай вот так сделаем, чтобы не орала она здесь. Она нервирует меня просто, когда начинает орать. Так, нам нужно, ребят, с вами, наверное, на грифончик. Так, подожди, грифончик. Ну, да, в принципе, надо на грифончика, ребят, копить. Так. Во, хорошо, что он застанился. Классно сейчас получилось, ребята. Очень классно. И опасно в то же время. Ну, бандш, это бомбаните, пожалуйста. Е! Вот так вот. Будет знать свое место про идоха. Ну что, ребята, я думаю, что пора, наверное, призвать моего дедушку. Ну, я имею в виду дедушку игрового. Я в этом плане. Куда? Куда ты бежишь? Разогнался. Ну, дедуль, давай, твой выход. Выходи, родной мой. Устроим здесь апокалипсис, е-мое. Так, бомбанули. Сейчас, 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 ребята, все будет хорошо. Сейчас мы разбомбим здесь. К ядрени, фени, все. Ну, смотрите, да, ребята, он взрывается очень классно с зомби. И, смотрите, почти половину здоровья он сразу снес у его старого деда. Ну, мы ему в наказание разбомбили вообще к ядрени, фени, замок. Так, четвертая стадия. Мы с вами, кстати, очень хорошо идем, а вот здесь уже очень плохо будет для меня. Слушай, а как мы с вами... Как мы контрили прыгуна? Никто не помнит? Ронином, по-моему, или... Нет, мы магом-воином обычно, да, с вами? Контрили. Тут расстояние приличное. Я надеюсь, мы с вами успеем накопить на него. Потому что прыгун стоит тоже недешево, насколько я помню. Поэтому давайте, ребята... Слушай, что-то... Ага, вот он, вот он. Явился, не запринялся. Ребят, его подлавливать будем вот здесь вот. На финишной, так сказать, прямой. И самое удивительное, что он бы из истерики выпрыгнул. Блин, а вот это вот плохо. Вот это, ребята, плохо. Вот этот взрыв. Ульта, ребята, у меня готова. Отправляем ульту. Давай, 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 Ронин. Быстрее, 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 подрубай. Кого ты, блин, подрубил? Слушай, а взорвется, интересно, или нет? Как думаете? Нет. Взрыв от зомби не убивает полностью прыгуна. Это плохо. Это, ребята, плохо. Это не солидно. Давай так сделаем. Блин, прыгун опять идет. О, ребята, а как я его буду контрить? Как я его буду контрить? Твою жмаковку. Все, ребята, фейл. Он просто меня надурил. Он перепрыгнул, включил свою ярость и повреждение нанес в базе. Хорошо, давайте тогда так пробовать. Пройдем, не пройдем, я не знаю. Так, минута времени. Жалко, опять же, что мы с вами попыточку. Просто попыточку слили. У меня каждая попытка на вес золота. Понимаете, о чем я? Ну, на ты. Даже Ронин, ребята, не может справиться с прыгуном. Вот настолько он силен, на самом деле. Ой, ладно. Хорошо. Ну, попытку, ребята, мы слили. Причем так нелепо. Из-за какого-то вот этого психа прыгуна, который просто перепрыгнул, включил ярость. И я не смог его никак законтрить. А здесь у нас что получится? Ну, давай попробуем. Хорошо, давай попробуем. У друидки здесь много энергии, поэтому я думаю, хоть что-то должно получиться. Тем более прыгун, как мы видели, выпрыгивает не сразу же. Он не первый начинает ходить. Значит, что нам здесь можно сделать? Давай вызовем щита бота. Желательно мне, конечно, сразу... А, не понял. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. А разве так должно быть? Парень, ты не по сценарию, по-моему, играешь. Ты не по сценарию пошел. Давай его рубить. Мне нужна друидка, ребята. Мне нужна друидка, и как можно быстрее. Так, энергия мне в помощь. Опять прыгун идет, ребят. Давай вот так вот сделаем. Так, пробую, ребята, все, что есть у меня. Включаем. Блин, опять этот подрывник идет. Да чтоб его, а. Давай вот так вот, ребята, все. Какое, блин, все. Какое, блин, все. Не все, ребята. Далеко не все. Когтистый, блин. Он машет, ребята. Он машет своими лапами. Еще и подрывник идет. О, давай вот так. Взорвись там, к чертовой бабушке. Фух, никого не задел, слава богу. Так. Опять прыгун, ребят. Не надо мне тут трогать мою друидку, пожалуйста. Не надо. Все, он испугался, он куда-то там убежал. Хе-хе-хе-хей, трусиха. Давай. Отлично. Так, что у нас там? Ребят, еще один прыгун идет. Ты смотри, как он хочет, блин, друидку мне подбить, а, гаденыш. Так, мы его еще там сдуваем, отталкиваем. Времени у нас, ребята, предостаточно. Потому что, видите, мы только по хп с вами сдулись в прошлый раз. Так что без всяких тут вопросов можем играть спокойно. Так, прыгун. Допрыгался? Допрыгался, ребята. Я никуда не спешу. У нас времени предостаточно, ребята. Любую тактику можем здесь с вами разработать. Даже вторую друидку могу призвать, если захотите. Прикиньте. А я ее призову. На всякий случай. Как говорится, шесть тотемов лучше, чем три. Хе-хе-хе-хе. Ну, давай, радость моя, подходи. Ну. Ну, все, ребята, мы уже подошли к замку. Мы уже подошли, мы уже колбасим его. Давай, 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 давай. Погоди. Что-то мне не нравится, ребята. Он прыгнет сейчас? Нет, он не прыгнул. Сколько нам за этот раунд дали карточек на прыгуна? И зря, потому что прыгуна у нас, ребята, есть. Он у нас прокачан по полной программе. 98-й уровень. Женеца, ты представляешь? Нам что здесь может помочь? Я в умань приложу. Вот это только, если отряд. Блин. Хе-хе-хе-хе. Я не знаю. Ах. Была не была. Я рискую, ребята. Я рискую. Блин, женец 98-го уровня. Ну, это просто имбище, ребят. Сейчас будет косить, естественно. Делать кучу армии себе, зомбарей этих. Не знаю. Я просто даже не знаю, что мы с вами тут будем делать. Начнем, конечно, вот с этого всего. С простенького, так скажем. Грифон не нужен, ребята. Блин, да грифона нужно накопить еще. Слушай, а тут прыгун у него, по-моему, да, есть в армии или нет? Я что-то подзабыл. Подзапамятовал, так скажем уже. Фаербол, ребята, у меня есть. Отлично. Фаербол нужен? Нужен. Вот так вот. Всех. Всех к ногтю, ребятули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прыгун идет, ребята. Прыгун идет. Ну, грифон-то где? Так, ураганчик есть. Ну что, мне надо деда вызывать, ребят. Другого варианта я не вижу. Он пошел. И он вызывает же. Вот, смотрите, все одно к одному, ребят. Как только я начинаю что-то вызывать, так и он начинает вызывать. Фаербол мне поможет здесь. Должен помочь, ребят, фаербол. На-ка. Дед, к сожалению, ребята, не устоял. Ну и что же тут? Смотри, как он косит, ребят. Как он тут косит всех налево и направо. И пофиг ему все. И мы проигрываем, потому что фейл. Фейл по базе был. Не, не вариант, ребята. К сожалению, это не вариант. Что же мы тогда будем с вами думать? Как? Брать друидку, что ли? С помощью ее как-то выигрывать? Ладно, я, короче, сдаюсь. Так, защита лучше нападения. Спасибо. Я не сомневался нисколечко. Ладно, давай попробуем. Может быть, ребята, хотя бы по времени успеем. Хотя я сомневаюсь. Просто, чтобы мы с вами потом могли удерживать чисто базу. Вот что я хочу. Попробовать вот такой вот бонус заработать. Так. Этот взрывник идет еще. Ладно, ребята, у нас... Так, вот и прыгун идет. Вот идет прыгун. Я обожаю, когда он просто прыгает себе спокойненько и ничего не делает. Вот это хорошо, ребят. Но как он только начинает буянить, это, конечно, жесть. 13 секунд. Нет, не вариант, ребята. Мы с вами просто только к базе подходим. Слушай, как же нам тогда быть? Я не смогу, получается, его выиграть. Да. Получается так. Потому что здесь и прыгуны, и всякая ерунда. Хоть сам бережнеца, но у меня жнец непрокачанный, ребята. Он будет падать. Причем довольно быстро. Было бы у меня баллист штучек так 5-6. Я бы, конечно, его забомбил. Но это не вариант. Ладно, пробуем с вами через... Через друидку. Попробуем через друидку проиграть. Если получится. Это будет великолепно. Ну, жнец, ребята. Это поганый жнец. Ё-моё, чтоб его разорвало. Он крепкий здесь. Во-первых, у него уровень больше, чем у меня. Во сколько раз. Ну, и во-вторых, сам по себе он крепкий. Так, здесь нам что надо сделать? Паладин, наверное, нам в помощь, я так понимаю, да? Нам здесь паладин в помощь. Плюс к этому ко всему мы с вами призовем молотильщика. Ну, для быстрого уничтожения, так скажем. Воу, вот это сейчас было великолепно. Молотильщик мне здесь просто, ребята, очень сильно помог. Сейчас сделал просто имбово. Ну, что же, я буду призывать друидку. Видите, да? Магия у меня подкопилась. Вызываю друидку. И вызву, наверное, успею. Интересно, еще одного полгима вызвать или нет? Как думаете? Хотя это даже не обязательно. Хотя это, ребята, даже не обязательно. Так, хорошо, идем. Чувствую, ребята, вот он, вот он, ребята, жнец. Стопсиная персона. Давай, молотильщик. Блин, бомби. Друидка. Я не знаю, он просто, ребята, разрывает всю мою армию. Он просто разрывает. Мы отхиливаем, мы как можем, но... Твою же, маков, что тут происходит? Давайте, ну, хоть как-то. Ну, накажите вы его. Есть! И вы поняли, как, да? Молотильщик, ребята, сыграл свою заключительную роль в этой баталии. Потому что он погиб и выпустил пилу. И эта пила пробила всех. И, как говорится, самого этого... Так, подожди, 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 подожди. Не надо тут никакой мне ярости. Все, ребята, мы подошли к замку с вами. Плотничком даже, я бы сказал бы. И будем чекрыжей сейчас. И я еще призву одну друидку, наверное. Хотя, нет, не надо. Не буду. Не стоит. Хе-хе-хе-хе. Very nice. По-другому не назвать. Все, ребята. Выиграли мы здесь. Эту территорию осилили. Враг был сильный, крепок. Мне поддавался. И, ребята, довольно достойный ревард мы с вами получаем здесь. Ну что же, переходим на заключительную... Ой, нет, ребята, я ошибся. Не заключительная, нифига. У нас еще будет территория подданных. Ну, а в данный момент мы переходим на территорию роботов. Тут толкатель, бомбер. Поехали. Толкатель и бомбер. Сладкая парочка. Так, ну ладно. Бомбер, если даже полетит, нам главное здесь с вами контролировать этого бомбера. Если мы с вами будем бомбера контролировать, то у нас все будет хорошо. Так. Что, на палочи накопим? Я думаю, накопим. Успеем. Должны успеть. Смотрите, да? Как крепок, чувак. Просто крепок. Вот это, чтобы не соврать, ребята. Он действительно крепкий. И этот щитобот, хоть, конечно, он и урона не наносит там глобального какого-то, да? Но он крепок. Так. Распилили. Чувачка на четыре кулачка. Так, давай далее. Еще одного молотильчика я призову сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет тип-то, ребят. Ну. Упал. Отжался. Ну и все, в принципе. Песенка спета здесь для роботов. Вот, вот. Оттолкнул называется, да? Толкатель шишовый. Давай. Враг, как говорится, на ползатяжки. Эх, молотильчик мой. Не дошел маленечко. Ну. Я думаю, сейчас всадники на жрабле сделают свое дело. Давай, 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 родные мои. Добиваем, добиваем. Осталось совсем немножко. Да, какое-то. Хотя все нормально. Все нормалек. Так, ну что же. Первый, блин, далеко не комом у нас получился, а все даже идеальненько. Продолжаем разговор. Блин, энергия так быстро у нас заканчивается. Потому что, когда игра идет, ну, такая вот, знаете, живенькая. Просто живенькая. У нас очень быстро кончается энергия. Ну, и мы в то же время очень хорошо прогрессируем. В плане динамика у нас идет просто обалденная. Так, ну что. Идет бомбер. Мне на него плевать на самом деле. Сейчас пойдет толкатель и стопудово репульсор вместе с ним. В парочке. Это ж, знаете, как эти друзья закадыки. Так, давай, выходи. Ну, вот они, вот они, вот они все вышли. Главное, чтобы, ребята, он... А он оттолкнул. Он оттолкнул, ребята. Нам нужно его загасить. Мы его напугали. Бужанулся чувачок. Фух. Отлично. Урона мы не получили с вами по базе. И это великолепненько. Потому что сейчас я призываю друидку. И уже совсем будет по-другому. Здесь будет и отхил, и отталкивание. И все, что хотите, ребята. Будут все самые лучшие плюшки для нас. То есть, как говорится, бесконечный лучший... Лучший бесконечный баф. Вот так вот назовем. Ну, что вы тут затормозили? А, толкатель. Толкатель пытается, ребята, разрушить дотем. Ладно, пускай пыхтит. Мне не жалко. Так, давай-давай, родные мои. Погнали. Да что же вы не можете толкать или что-ли уничтожить? Он жива-то. Хотя я не посмотрел, ребята, какой уровень у нашего противника. Ну, я думаю, там прилично. 95-96 где-то так. Не меньше. Так. Хорошо. Давай дальше. У нас хиляются. Наши, как говорится, юниты. И мы с вами порвали его в клочья. Замечательно. Так, давай-ка посмотрим. Третий этап. И я хотел посмотреть уровень, ребята. 98-й, 99-й, 97-й. Лучше не придумаешь. И у нас с вами... Вот. Еще здесь энергия осталась. Слушай, ну тут у нас молотильщик. Молотильщика мы можем контролировать в данный момент Ронином на первой стадии. Потому что здесь, ну, сами понимаете, расстояние небольшое. И Ронин. Ну, ведь, по-моему, он же у меня был, да? Как основной контратакер. Давай проверим. Сможем или нет? Конечно, сможем. Ну, падает, конечно. Я ничего не говорю. Но он же выдержал. Так, секунду, 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 секунду. Не надо. Молотильщик, не надо. Выеживаться мне, пожалуйста. Не надо. Вот так. Получил свою и будет. Упс, минус. Отлично, ребята. Так, ну что же. Давай, кто там выйдет? Угу. Толкатель. Он слишком много здесь не повыделывался. Вы это сами видели. Ха-ха. Ронин, выбеги, пожалуйста. Нет. Не хочет, ребята, он выбегать у меня в истерике. Идет еле-еле. Ну, и этого было достаточно, чтобы мы разнесли. Слушай, а может быть мы сейчас сегодня пройдем с вами, а? Сколько у нас еще там энергии осталось? Эээ, погоди-ка. А где у нас энергии? Да ладно, вы хотите сказать, только одна энергия осталась на одном отряде? Серьезно, что ли? Блин. Плохо. Я, честно говоря, рассчитывал чуть-чуть побольше. Ну, может быть, пока мы этот уровень с вами проходим, еще где-нибудь откатится, да? Такое же может быть? Может быть. Только единственное, что тут будет молотильщик, молотильщик и джаггернаут. Оу, щитобот. Ну, это уже серьезно, ребята, это уже серьезно. Так. Да, я понял, ребята. Молотильщик. Ой, молотильщик. Баллисту вызываем. Вызываем, конечно же, баллисту. Упс, что-то, что-то как-то пошло не так у нас, ребят, с вами. Давай вот так вот, бам, всех накрыли. Найс. Так, а теперь я хочу, ребята, разнесет или нет? Хе-хе-хе, не долетел даже. Олух. Слабак. Так, ну что? Дедушка, как говорится, выйдет сейчас и все расставит, как говорится, по местам. Сейчас, 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 я его призову, ребята, обязательно. Тут-то я его как раз и призову. Так, дедуль, твой выход. Твой дебют. Пошел. Ну, что ты там еле-еле идешь, давай быстрее. А мы вот так еще себе поможем. Практически всю армию разнесли в хламину ему. Одним просто фаерболом. Так, дальше Джаггер пошел. Вот, обожаю, когда дед бомбит и всех в стан вгоняет. У него, конечно, небольшой шанс, но он есть. Так, встанем. Время еще минута, ребята, у нас. Время еще минута. Ураганчик нам помогает. Поехали. И фаербол может бомбануть им туда до кучи. На-ка, получите, ребята, и распишитесь. Отлично, смачно все. Еще и заморозка выпадает. Все самые лучшие клюшки. Все для Рея, как говорится, да? Да, ребята. Очень мило получилось. Очень мило. Давай посмотрим, есть ли у нас энергия. Просто хотелось бы вот этот вот этапчик завершить на самом деле. И мы прошли бы с вами по... Погоди-ка, погоди-ка, кто? 90... Блин, ребята, ребятулечки. 99 уровень. Так, слушай, может быть нам зомби вот этого взрывного поменять на кого? На прогуна, что ли? Я не знаю. Кто бы у нас вот хорошо бы мог справляться, вот контрить именно так. Так, заберем здесь с вами реварды. Кто бы у нас мог хорошо контрить взрывников? Как вы думаете? Вот по вашему мнению, кто бы мог хорошо вот сделать замену нашему взрывнику? Улитка? Не вариант. Прыгун? Ну, как вариант, да, но сомневаюсь, что он здесь поможет нам. Хм. Ладно, давайте попробуем, наверное, все-таки через прыгуна сыграть, да? Или через БФГ? Или через призрака? Прикинь, призрака прокачать на 94 уровень. Он будет летать, постоянно наносить урон, и будет классно все. Ладно, давай, попробуем, ребята, через прыгуна. Сам не знаю, почему именно он, но хочу попытаться через него сыграть. Так, у меня все прапаны. Ага, дед не прапаны. Дед не прапаны. И замок у меня тоже не прапаны был. А тут? Тут все, тут все, тут все. Ребят, это наш шанс. Слушай, погоди-ка, погоди-ка, а мы же его как-то... Мы, случайно, его не заплевывали в свое время? Нет, мы его не заплевывали. Черт его знает, как мы его, ребята, с вами подбивали. Ну, как-то подбивали. Ну, тут 99 уровень, ну, это жесть. Это просто жесть какая-то. Этот псих сейчас выйдет на что-то молотить. А, по-моему, как-то был такой у нас момент, да, в игре, когда он вообще у нас не вышел. Мы ему быстренько-быстренько разнесли базу. Помните? Вроде было такое у нас. Может, мне приснилось? Ха-ха-ха. Ну, напомните, ребята, было такое или нет? Так, ну что ты, ну что ты? Ну, куда ты вот прешь? Ну, вот куда ты прешь? Вот еще вот-вот-вот самые главные архаровцы, которые мешают мне. Потому что пока мы их, ребята, пробьем. Ты смотри, что делает. Ты смотри, что этот охламон, ребята, делает. На. Так, ульту я, наверное, ребята, придержу все-таки. Я ее должен, ребята, придержать. На босса. Да куда ты делаешь? Что ты делаешь-то? Слушай, а если мы, например, не будем вызывать босса? Да нет, все равно он будет призывать. Вот, стопудово. Не пока еще. Вот он, вот он вышел, блин. Вышел, ребята. Термин 9000, блин. Давай бомбанем. Ну, есть! Ты видел? Ты видел, что сделал прыгун, ребята? И если кто не видел, отмотайте маленечко назад. И посмотрите, как классно отыграл прыгун. Ну, я думаю, что вы догадались, что он сделал. И как вообще произошло у нас тут дело. Моя ульта немножко бомбанула, да? Плюс. Вот теперь главное по времени уложиться. Вот теперь главное уложиться нам во времени. Вот в чем проблема-то. Мы как бы с вами тут удерживаемся, сдерживаемся. Но нам же нужно еще подбить базу, как-никак. Ульта очень хорошо, ребята, помогла на боссе. Очень хорошо помогла, серьезно вам говорю. Так, заплевываем. Ведьма идет. Так, 40 секунд у нас с вами в запасе есть на все дела. Ой, красота какая. Ты посмотри, ребята. Я просто в блаженстве нахожусь. Серьезно говорю. Так, ведьму не трогай мне. И последний, последний, ребята, плевки. Да. Круто. Мне понравилось. Вот сегодняшняя игра, ребята, на самом деле была великолепна. Просто вот все как надо у нас сегодня пошло. Не придраться ни к чему. И мы с вами попадаем на территорию захватчиков. Ой, каких захватчиков? Подданных, конечно же, ребята, подданных. И, как я могу понимать, у нас с вами энергии, к сожалению, больше нигде нету. Да. Это говорит только о том, что нам придется с вами закруглиться. Но в следующей серии обязательно мы пройдем эту территорию и полетим с вами в 81-й портал. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...